приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы заросли наши баклажаны пора их стричь очень важная операция стрижка смотрите у нас есть листик один мы работали гаупсином форте видите как сработало здесь были уже видимо не видимо а точно вот сидели споры грибковых заболеваний вот как работает гаупсин форте а теперь самое главное это урожай а чтобы получить урожай нужно убирать пасынки вот смотрите снизу у нас тут практически никаких вот есть баклажан один баклажан но вот у нас пасынок который будет забирать на себя питательные вещества конечно раньше надо было его срезать но у нас было время которое нельзя было резать смотрите дальше по этому это у нас тоже пасынок здесь у нас баклажан растет а здесь пасынок и мы тоже его обрезаем обрезали получается у нас на этом стебле есть уже два баклажана дальше идем формируется смотрите до верха просто вот как пример чтобы видели здесь тоже вот как бы чтобы показать вот смотрите здесь пасынок маленький под плодом его легко выломать вот так и здесь идем дальше смотрите здесь будет плод для того чтобы он большим не рос его сразу же удаляем идем дальше до верха здесь у нас тоже будет плод а здесь пасынок который будет брать на себя питательные вещества мы сейчас его можем срезать и получается что у нас вот эта веточка этот побег сформирован теперь правильно здесь будут работать у нас уже все питательные вещества будут идти на плоды листьев достаточно теперь смотрим вот эту веточку у нас видите она у нас пасынок остался но вот снова же здесь пасынок он будет тянуть на себя мы его убираем и здесь очень интересная ситуация вот смотрите два цветочка очень красивые цветочки я люблю они такие фиолетовые нежные но два это много всегда два много поэтому один обрезаем и здесь же смотрите пасынок мы убираем и этот пасынок его можно только вот так легко пальцем убрать вот это этот побег оставим здесь внизу пасынок убираем и смотрите здесь у нас еще один побег что здесь здесь у нас нету пасынков но зато есть смотрите два цветка они не нужны один цветок срезаем и сразу же дальше смотрим здесь тоже два цветочка чтобы видно было мы их сразу один убираем один оставляем так здесь у нас нормально все и пошли дальше вот смотрите здесь тоже вот у нас побег еще один внизу здесь есть пасынок если его не трогать он будет расти может пойти в рост они так любят это дело теперь смотрим здесь что у нас здесь здесь уже на пасынке смотрите какой плод оставляем уже вот а здесь нужно убирать вот таким образом чтобы видно было посмотрите здесь у нас будет вот цветочек и мы сделаем обрезку пасынка то же самое здесь у нас видите плод а внизу у нас пазухи и листьев обязательно пасынок можно сразу и здесь посмотреть что у нас здесь здесь пока ничего не видно здесь оставляем получается здесь тоже побег у нас есть все тут правильно сделано а вот здесь так чтобы видно было значит смотрите здесь у нас вот он видите на побеге внизу мы его только сейчас смотрели здесь очень красивый плод но здесь пазухи листьев листочка ниже пасынок мы его обрезали и здесь тоже будет нормально формироваться все дальше еще побег есть у нас здесь баклажанчик формируется здесь смотрите красиво цветочек но здесь пасынок внизу я так рассказываю потому что все время вопросы как же это его найти всегда обычно когда идет побег но здесь видите заканчивается побег значит смотрите два еще цветочка они тоже лишние убирают вот на этом побеге до предостаточно вот этих плодов листики оставляем и вот смотрите как уже два побега у нас осветлелись но у нас еще здесь один есть и здесь тоже надо поработать вот смотрите внизу здесь у нас ниже вот в чем интерес вот ниже у нас побег да это пасынок я просто напросто лист оставлю для работы и все и здесь будет баклажан дальше у нас идет вверх идет пасынок вот насколько его видно мы пасынок обрезаем здесь смотрите у нас аж два пасынка конечно полив есть земля тут хорошая чего мне расти значит смотрите маленький просто легко я его выламываю а этот нужно обязательно обрезать нам не нужен почему а потому что смотрите дальше дальше у нас идет формировка вот красиво сейчас покажу вот смотрите плод а снизу два пасынка значит нижний пасынок вот этот можно легко пальчиком вот так его убрать вот а этот мы обрезаем и эти тоже надо еще все-таки в зародыше все это обрезать здесь вот и остается плод но это еще не все идет растет дальше себе и тут уже формируется тоже плодик листик есть достаточно мы можем просто вот здесь пасынок обрезать и оставляем дальше для того чтобы баклажан рос вот этот кустик у нас получился смотрите весь уже мы все лишнее убрали для баклажанов теперь предостаточно энергии чтобы они росли и формировались раиса горяченко александр волик показали как мы вот уже на следующем этапе кстати мы уже два дважды собирали урожаев первый внизу королевский был далее мы на баклажанную икру уже собрали это у нас и вот у нас сейчас третья волна и мы работаем над тем чтобы эта волна была тоже хорошей но естественно кроме обрезки будет у нас обязательная подкормочка в тельце это будет 21 июля по листьям нужно будет подкормить обязательно им нужно дать комплекс всех удобрений у нас есть овощные органические удобрения и мы их обязательно подкормим и обязательно следим за тем чтобы они не заболели и чтобы не было вредителей вчера мы обработали скарада м против вредителей ну а теперь остается через несколько дней мы обработаем снова же фитодоктором потом триходермином и так будем постоянно чередовать вот эти все обработки для того чтобы сохранить как можно дольше растений получить как можно больше урожай баклажанов мы прощаемся с вами работали над видео как всегда раиса горяченко и александр волик мы прощаемся всего на всего до следующего видео пока пока всего вам доброго мира и добра и хорошего урожая баклажанов и и Продолжение следует...